Я, кажется, вспомнил, что это за миссия. Там один чувак обманул Михаила Фаустина на пару фильмов с Ланой Роллз. Ой! Но он же стоял! Нико сейчас, как обычно... Да, вы делаете... Я только пару минут назад говорил о том, что если я сейчас сдохну на этой миссии... Забудьте всё, что я говорил. Итак, с чего бы следовало начать этот разговор? Ну, давайте начнём с той же темы, на которой становились во второй части. Вы просто психи! Вы видели, что вы просто вытворяете? Вы все рекорды бьёте, вы понимаете? Я никогда ещё не видел, чтобы так сильно хотели, чтобы я продолжал проходить GTA 4 с модом на 1 хп. В общем, если вы тут оказались впервые, давайте по порядку. Всем привет, с вами Спектр. И сегодня вы попали на, получается, третью часть моего прохождения GTA 4 с 1 хп. Если вы хотите в этом удостовериться, нажимаем клавишу I и видим, что у меня в этой серии, естественно, 0 смертей. Да, с чего мы с вами начинаем. Нажимаем О и ещё раз О. И написано One Hit Knockout Enabled. Это модификация блогера, которой Нико отлетает от любого прикосновения, даже ладонью по его лицу. В предыдущих сериях мы с вами осилили миссии на Романа, поумирали, а затем осилили все миссии Влада полностью без смертей. И остановились мы, кстати, на том, что я прикончил Влада, что можете увидеть во второй части в подсказке вверху справа на экране. Ну, раз захотели третью, то, в общем-то, получайте. Только, ребят, не забывайте, пожалуйста, про лайки. Господин Нико Белик тоже их любит и устал, когда вы не ставите их, видите? Как же ему грустно, бедному. И, конечно же, новенькие ребята, не забудьте подписаться на канал, если вы тут впервые. Видеоролики выходят ежедневно, в том числе мы продолжаем проходить эту замечательную GTA всего с одним ХП. Не-не, уйди от меня. Денег. Ну ладно, денег-то я тебе дам, я сегодня добрый, дружище. Я не помню какая-то по счёту миссия, по-моему, 12-я, но, наверное, с этого момента я уже это и не вспомню. Но! Первая миссия в сегодняшней серии после убийства Влада называется Crime and Punishment, что переводится на русский как преступление и наказание. О, нифига, хорошая отсылка. Найдите полицейскую машину. Я, к сожалению, не помню, что это за миссия, но, по-моему, она на Михаила Фаустина, хотя написано, кстати, что на Романа. Но значения не имеет. Можно было, короче, вызвать полицию через 911, но так как она приближается сюда, я думаю, можно, в принципе, заручиться помощью и здесь. Привет, мужик. Так, пожалуйста, только не стреляй, хорошо? Я быстро, в общем, смисну у него... Не понял. А, окей. Мне понравилось, как... Мне понравилось, как он просто вступил мне в машину и такой, окей, езжай, брат. Как и в случае с предыдущей серией, я, наверное, постараюсь сегодня осилить примерно 5 заданий, хотя посмотрим, какие они будут, естественно, по сложности, но первым делом нужно уйти от погони. Жалко, нельзя позвонить местному Лестеру какому-нибудь, чтобы он тебя просто отмазал от полиции. Но главное не набирать вторую звезду, это я знаю. Кстати, хочу поблагодарить всех за советы, которые вы пишете под прохождением GTA 4 с одним ХП. Я с игрой, конечно, знаком поверхностно, но благодаря вашим советам я хотя бы не сдохну на какой-нибудь миссии на того итальянца. Блин, забыл, кого зовут. На Рея, по-моему, да? Ну вот. Поэтому сейчас я уйду от полиции и вернусь к вам. У меня там пришла смска, кстати, еще. Деревня, приезжай ко мне. А, это не важно. Воззываем Дмитрия Раскалова и говорим, что полицейская машина у нас. Найдите и остановите фургоны, пока они не добрались до пунктов назначения. Эм, окей, у меня, кстати, есть еще пистолет и теперь мне нельзя перезапускать. Подожди, вы мне сказали, что, по-моему, когда Нико попадает в больничку, он у нас, это, не теряет оружие. Круто. Вот это реализм, который я заслужил. Подведь к фургону, чтобы он остановился. Ну, давай. Я так понимаю, это не тот, да? Ну, обычно, нужный мне грузовик находится в третьем. Угу. Что за... Это у меня сработал какой-то трейнер, который я устанавливал, чтобы мод работал. А какую комбинацию клавиш я нажал только что, чтобы это сделать? Ни хрена себе заявочка. Я только что нажал левый альт для того, чтобы включить сигналку полицейской машины, а у меня тачку заспавнило. Прикольно. Нажмите левый альт. Вот, все. Давай, мужик, к обочине. Я все равно знаю, что это не ты, поэтому, типа, какая разница? Ну, короче, все, что я пока могу сказать, это очень интересное задание. Опять же, не врезайся для того, чтобы не вылететь через лобовуху, и все будет нормально, да? Михаила Фаустина, как я понимаю, задание еще лучше, чем те, что дает Влад. Но, подожди, сейчас будет последний грузовик. И если он у меня быканет, это будет отврата. О, я уже понял. Мужики, в этом мне и нужны. Если они сейчас захотят подебоширить, то это будет ужасно. Надеюсь, что они просто убегут отсюда. О, телеки. Прикольно. Э, тихо-тихо-тихо-тихо. Какой еще Кенни Петрович? Я не знаю, никого Кенни Петровича. А где этот? Подожди, тут второй был. Он был с пистолетом. Ах ты, тварь паршивая. Что ты там делаешь? Спасибо физике GTA IV за то, что когда в руку попадаешь, чел хотя бы приседает от боли. Серьезно, если бы это была та же самая San Andreas, которая уже полностью проходила с одним ХП, это была бы жесть, потому что какой бы часть тела ты не попал, там, по-моему, стагер буквально на 0,3 секунды. Ну, короче, если сейчас я нормально уйду от полиции, то, в принципе, задание пройдено, и это было не так уж и сложно. Найс! Поезжайте в гараж. Окей, первая миссия была, в принципе, простая. Вы понимаете, что вот пока идут первые серии, да, все нормально, все хорошо, а потом я буду часами проходить одно задание, например, с ограблением банка, и буду вам постоянно на это жаловаться. Ну, блин, естественно, это же я. В общем, паркуемся, и получается, задание на этом пройдено. Вот сюда, пожалуйста, и получите, распишитесь. Первая миссия в сегодняшней серии пройдена без смертей. Роман звонит. Здорово, Роман, что хочешь? Привет, привет, что нужно? А, задание появилось, окей. На Михаила Фаустина. Ну, тогда, собственно, поехали, сэкономим деньги на такси, доедем прямо так. Малыш Джейкоб еще звонит. Че тебе надо там, алло? Я в порядке. И че он сейчас только что сказал? А если бы ее субтитры не прочитал? Малыш Джейкоб, обожаю этого персонажа. А, погоди, так задание на Джейкоба, оно основное здесь? Серьезно? То есть мне так или иначе придется поехать? Знаете, учитывая, что человек разговаривает, как читает рэп какой-нибудь андерграунд-исполнитель хип-хопа в 2022 году, я, пожалуй, к Джейкобу поеду в следующей серии. Сегодня мы чисто фокусируемся на Фаустине. И следующая миссия у нас с вами так и называется. Do you have protection? Есть ли у тебя защита, называется задание. Но давайте проверим, есть ли у нас защита. Отвезите Дмитрия в шоп на Долавер-авеню. Ну, это, в принципе, можно. Я, кажется, вспомнил, что это за миссия. Там один чувак обманул Михаила Фаустина на пару фильмов с Ланой Роудс. И, в общем-то, нужно просто в ногу выстрелить там одному из чуваков в этом магазине, да? Но все, что происходит потом, я не помню, поэтому разберемся по ходу дела. Книги. Гениально. Пойдемте внутрь. Да, по-моему, тут надо будет просто выстрелить в ногу этому челу, да? И, подожди, это типа все? И приградить еще третьему нужно. Левую или правую ногу? Да, пофиг, без левой походит. Ну, вот и, в принципе, все. Вы довольны? Можно, в принципе, выходить отсюда. Бабки сюда, да? Ну все, можно уже пойти отсюда. Следуйте за Дмитрием, когда он выйдет из магазина. У меня вопрос, неужели это все? А, еще. Ну, я понял, короче, обыкновенный рэкет. Ну, давай, иди сюда, Раскалов. Я бы все равно выбрал вариант с местью тебе, конечно же. Я, кстати, напоминаю вам о том, что, когда начнутся выборы в GTA 4, я оставлю отдельные сохранения для того, чтобы потом переиграть задание вторым способом. Надеюсь. Я очень сильно надеюсь. Я не забуду это сделать. Но, скорее всего, я это буду делать не подряд, чтобы вы не запутались, да, по сюжету. А, скорее всего, я это буду делать в отдельной серии. Или даже в отдельных двух. Посмотрим, насколько сложно это будет. Магазин находится в глубине этого переулка. Выбирай, что тебе нравится. Скажи, что все записали насчет господина Фаустина. Подожди, так это... У-у-у, наконец-то. То есть я только в третьей серии познакомился с амуницией, да? Ну, как вы понимаете, единственное, что есть в ассортименте и то, что мне не нужно, это бронежилет. Это опять тот самый странный случай. Он переходил в неположенном месте. Это опять тот самый случай, когда задания довольно простые. Хотя, если честно, я думал, что на Фаустине уже начнется беспредел. Но я точно знаю, что начнется на Литл Джекобе, и это далеко не последнее задание на Михаила в этой серии. Да, господин Расколов, что-то задания у вас пока не такие уж и сложные. Можно что-нибудь покруче, пожалуйста? Да, я заеду в клуб, конечно, только когда разгребусь тут. Ой! Я хотел сказать и третья серия сегодняшней... Третья... Третья миссия, прошу прощения, сегодняшней серии. Снова на Михаила Фаустина. Не пойдем пока к Джейкобу. Ресторан Перестройка. Миссия называется Final Destination, что переводится как финальное прибытие или что-то в этом роде. Финальный пункт назначения, я бы даже сказал. Поезжайте на Гуантанамо-авеню в Южном Бохане. А это случайно не первый случай, когда мы вообще знакомимся с районом этого Южного Бохана. Меня пугает, что до сих пор я не узнаю ни одного из заданий в этой GTA 4, но при этом они такие простые, потому что я всю вторую серию орал, что Влад это самый худший работодатель, когда я прохожу игру с этим модом. Но однако я был не прав. Как оказалось, Михаил Фаустин еще круче. Тут хотя бы, кстати, пострелять дают. Но есть одно маленькое но. У меня только одна обойма с УЗИшкой. Поэтому патроны нужно поэкономить к этой штуке. Я понимаю, кстати, когда основные проблемы начнутся. Сначала Литл Джейкоб, потом мы познакомимся с Луизой, по-моему, да? В трущобах, которая живет там многоэтажки в какой-то. Но можете меня поздравить. Я открыл вторую часть Liberty City. Я просто охренею, если сейчас я провалю вот этот Final Destination, и мне придется снова ехать оттуда в район Бохана. Ну, короче, вы меня поняли. Ладно, что там, звоним Фаустину, что у него... Мистер Фаустин, хотите все отменить? Но, видимо, вряд ли. А, вот это миссия, кстати, о которой я говорил во второй серии. Где нужно доехать до метро... Да, уделайте Лени на платформе. Да, где нужно доехать до платформы, и потом просто бегать за челом, и в итоге нужно забрать его просто. Ну, вы поняли, забрать его жизнь. Я на 100% уверен, что этот Лени заспавнился. Но мне придется именно подняться наверх, да? Давайте возьмем пистолет. Я не буду пока рисковать с помощью УЗ-шки. И надеюсь, что получится перехватить его сразу. Пацаны, это не ваше дело. Раз, два... Почему? Но он же стоял! Нико сейчас, как обычно... Да, уделайте... Я только пару минут назад говорил о том, что если я сейчас сдохну на этой миссии... А, смотри, кстати, реально патроны остались. А, так кто тогда это? Так кто легко тогда? Только, блин, опять в Бохан ехать. Сраный Лени. Я попробую его убить, короче, с дистанции. Стой, Трэвис! Ну, пожалуйста! Молодец, все. Так, как сделать так, чтобы Нико именно сел? Нажмите и удерживайте. А, так. Все, отлично. Поехали в Бохан. Попробую, кстати, с другого входа заодно попробовать. Может быть, его устранить? Ну да, здесь и так, и так катсцена запускается. Это бред! Типа, сейчас он меня опять убьет. Смотри. Не-не-не-не-не! Он убегает. Его еще пояс собьет! Жалко, после этого миссия все равно провалены. Какое дерьмо. Там всего один тип, кстати, стреляет. Ладно, давайте я посмотрю катсцену. Может, после этого, типа, Нико развернется в нужную мне сторону. Привет, Лени. Михаил Фаустин передает тебе привет. Да-да-да. Лени-то не стреляет по мне. То есть, по сути, я просто убиваю его, типа... Во! Тварь! Представьте, Лени, не дайте ему уйти. Блин, потрясающее задание. Нормально, вы тут еще ездите? Блин. А, так это его батя Петрович. Слышал я про твоего Петровича. Ну, теперь про тебя не хочу уже ничего слышать. Я с третьего раза это прошел. Серьезно? Так сильно протупил. Нет, такси в этот раз я брать не буду. Я так доеду до Фаустина. Я почти все деньги, блин, просрал на это задание. Я же говорил, хотел посложнее. В итоге получил. Кое-что на букву П. Спасибо, что докинул. Опять Арман звонит. Че ему надо от меня? Не понимаю. А, хрен тебе, лысый. Так, четвертая миссия. Теоднейшей серии. No Love Lost называется. Что переводится как я не знаю. Потому что слишком сложно. Поезжайте на Firefly Island. А таксист уже уехал, да? Который... Стой, 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 стой. Ты можешь остановиться, пожалуйста, мужик? Ну, докинь! Итак, Firefly Island. 30 минут спустя. В общем, просру я так все деньги, походу, в GTA 4. А, подождите. Надо чувака на байке угомонить, получается? Так это же легкое задание. Только тут перестрелок, надеюсь, не будет. Сядьте на мотоцикл и догоните его. Какие вообще проблемы? А он со своими поедет или так? Убейте байкера. Эм... Да, шикарная физика в GTA 4. Погоди, надо немного привыкнуть. Мужик, не гони так сильно только. А у него там тоже батя какой-то Петрович, да? Я просто не знаю, сколько у них там сыновей у этого Петровича по итогу. И при том... Погоди, урон-то по нему проходит, кровь есть, но... Чё-то шкалы с ХП нет! Как же его заносит здесь, а? У него какая-то пуль непробиваемая кожанка, походу. Или у меня из-за дальности здесь проблема. Ну, короче, я понял, надо к нему в упору всё равно подъезжать, потому что по-другому не получится. Как думаете, у него в этой миссии есть какой-нибудь пункт назначения, типа его братков? Ну, как в миссии OG Lock из Сан-Андреса, например. Его ж можно убить до того, как он долезет до своих дружков этих. Не знаю, может ли считать меня каким-то слабым, но я вообще не умею на этом мотоцикле кататься. Его постоянно заносят, и я не знаю, что делать. Притом, кстати, я всю УЗИшку извёл на этого чела. То есть, фактически, я потратил лучшее оружие, что у меня пока что есть в GTA IV, на чела, которое даже не сопротивляется. Вот, можете теперь проверить, как пойдёт прохождение с одним ХП. Господи, меня тошнит от этого мотоцикла. И что это за катсцена? Покажем этому коммуняке, что иначе быть пропащим? Спокойно, погодите! Его ж по-любому можно было забрать и раньше, правильно? Сейчас ещё эти придурки, которые сзади будут стрелять по мне. Ну, я понял, всё, я понял. А тут, кстати, не имеет, по идее, значения, буду ли я... А, нормально, всё. Я понял, какая-то штука работает. Они от одного выстрела, получается, отлетают. Теперь ещё ты. Пожалуйста, ты можешь умереть. Хорошо. И последний. Я должен показывать вам всё, как я делаю самостоятельно. Чтобы вы понимали, что задание проходит вполне успешно. Ещё два. Давай, 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 давай. Ещё один. Ты же не убьёшь меня? Умница. Фу, плюс 600. Плюс патроны. И четвёртая миссия на Фаустина выполнена. Итак, у меня есть хорошая новость и плохая. Хорошая заключается в том, что... Ой-ёй-ёй-ёй. У Романа появилось задание. Хорошая заключается в том, что миссии на Фаустину кончились. Плохая, что я решил выбрать миссию на Литл Джейкоба. Но, с другой стороны, раз Роман предлагает, поехали тогда сначала к нему всё же. Я подумал так, давайте, если уж выполнить задание на этого Литл Джейкоба, то лучше с него начинать серию и им же тогда заканчивать. Потому что я прекрасно понимаю, что меня там ждёт. Но сначала ромашка. И пятая миссия в сегодняшней серии, возможно, кстати, даже последняя на эту часть, называется Logging On. Типа, залогинься или что-то в этом роде. И я, кажется, знаю, что это. Это просто халявная миссия, на которую я смогу немножко передохнуть. Поэтому придётся потом ещё одну выполнять. Ну что, можно найти здесь мой канал по-быстрому, и задание на этом закончится. Проверяем почтам. Что у нас там? Служба поддержки iFind. Круто. А это всё? Ой, это очень интересное задание было. Но всё равно оно пойдёт к нам в счёт. Ладно. И как раз появилась миссия на Фаустина. Давайте я спокойно доеду. Надеюсь, это последняя миссия на него. Но если же нет, то финальная на эту серию это 100%. Шестая в этой серии. И финальная, надеюсь, также и на Михаила Фаустина миссия. Получается, подожди, она с его устранением будет, или она отдельно на Дмитрия будет? Ну, короче, значения это всё равно не имеет. Эта миссия называется Rigged to Blow. О, такое же название есть у миссии в GTA 3, кстати. Поезжайте на старый завод и найдите грузовик. Но пока это самая интересная миссия, которая была в сегодняшней серии. Я уже, кстати, выделю плюсы этого задания. Тебя хотя бы не заставляют ехать в Бохан. А ещё я вспомнил, что тут надо сделать. Нужно, по-моему, перегнать тот грузовик на какую-то фабрику, активировать бомбу и выпрыгнуть из него. В принципе, если урон от падения не засчитается из транспортного средства, тогда нормально. С другой стороны, может, его там просто припарковать нужно будет, да? Ну, поехали. Задание, по идее, на время должно быть в этом флетбеде. А, ну и всё. Типа, активировался GPS, и всё, что нужно, это, по идее, без всяких левых вырезаний доехать до гаража. И всё. Взорвать, и миссия будет выполнена. То же самое, по сути, как и в GTA 3, только там задача немного иная была. Разрядить бомбу в машине. Вот так как я вам уже заспойлерил, что это финальная миссия в сегодняшней серии. Дальше продолжение будет в серии по номерам 4. Там же и будет Литл Джейкоб, да? В общем, начнём уже потихоньку прощаться, как я буду доезжать до места назначения. Ай-яй-яй. Это было неприятно. Ну, в общем, тогда так. На этом, думаю, третью серию прохождения GTA 401 хп можно заканчивать. Надо немного передохнуть, и потом приготовиться к заданиям с Литл Джейкобом. В общем, вы знаете, что нужно сделать для того, чтобы продолжение вышло побыстрее. Я постараюсь опубликовать ближе к середине недели вторую серию, где-то в четверг, надеюсь. Чтобы включить детонатор, нажмите... О, я забыл про это. С вами был Спектр. Играть в хорошие игры, играть с хорошими модами. Наверное, я даже создам плейлист прохождения GTA 4 с 1 хп. Раз уж на то пошло, попробуем пройти её полностью, да? Обалдеть. Я сам не верю, что наконец об этом говорю. И это самая лучшая концовка серии, которую только можно было здесь увидеть. Предыдущие серии я размечу в конечных заставках внизу слева и внизу справа на экране. Ну а пока здесь у нас будут тушить пожар, я быстренько получу автосохранение и констатирую, что сегодня было всего две смерти. Сранное задание с сыном Петровича. Ненавижу его теперь отныне. И плюс 700 долларов. Ну получается в следующей серии Little Jacob. Не болейте, скоро мы к ним приступим.